Супруги художники Петр Чехотин и Надежда Лаврова хорошо известны угличанам. В прошлом году их персональные выставки были организованы в нашем городе. В декабре с работами живописцев познакомились жители Ярославля. Очередная выставка под названием «Северная Италия. Русский Север» открылась на днях в Москве, в Доме русского зарубежья. В экспозиции представлены иконы, созданные Надеждой, и пастельная живопись Петра, пейзажи итальянского Пьемонта, Карелии и Белого моря. «Когда смотришь пейзажи, то они очень разные. Русские пейзажи, итальянские пейзажи. А вот есть такое незримое соединение, незримое единство, которое соединяет эти две разности, вроде бы, две противоположности – православный мир, католический мир». Член Союза художников России, большой друг углича и местных живописцев Петр Чехотин называет себя русским итальянцем. Предпочитает работать в технике сухой пастели, так как считает ее наиболее подходящей для пейзажей. Можно писать быстро и эмоционально. На вопрос, что ему ближе, Северная Италия или Русский Север ответил. «Там красиво и здесь красиво. Для художника другого ничего не нужно. Но я люблю Русский Север, потому что это огромные пространства. Да и вообще, я и в океанологии работал на Севере, и поэтому у меня особая связь с Севером. И рассказы мы посвящены Северу». Помимо творчества Петр Сергеевич ведет большую общественную работу. Является создателем и организатором ряда международных проектов, способствующих российско-итальянскому культурному сотрудничеству. На протяжении многих лет руководит миротворческой миссией «Святая Анастасия. Надежда на мир», в рамках которой была отправлена в космос чудотворная икона великомученицы, написанная Надеждой Лавровой. «Петр не только тонкий художник, но и умный, проникновенный писатель, блестящий стилист, ну и великий подвижник задело братство людей, милосердие, то есть то, чему служила святая Анастасия. И он на самом деле, организуя пленеры, в частности итальянских художников и русских художников, он способствует вот этому братству, проникновению культур. А проникновение культур несет с собой красоту, а красота спасает мир, делает сердца людей милосерднее, делает их терпимее, делает их просто прекраснее. А что может быть лучше прекрасного сердца человека?» Куличанка Надежда Лаврова – удивительно скромный человек и о себе рассказывать не любит. По образованию модельер-конструктор. Более 15 лет основное направление ее творчества – иконопись. «Для меня это не просто творчество, это образ жизни. Я занимаюсь там и другим прикладным, и вышивкой, и куклами, и пастель, но иконопись для меня главная». «Она всегда увлекалась рисованием, рисовала очень хорошо. И в школе она была у нас круглая отличница, а потом мы с ней вместе учились в техникуме. Там она тоже очень показывала большие результаты, очень была талантливая, необыкновенные у нее были работы. Она человек очень духовный, очень возвышенный, очень приятный в общениях, хотя она очень скромная». На открытии экспозиции супругам пожелали здоровья и новых творческих успехов. Петр Чехотин подарил директору Дома русского зарубежья одну из своих живописных работ. Выставка «Северная Италия. Русский север» продлится в Москве до 14 февраля. Затем отправится в столицу Италии – Рим.